Здравствуйте! Основное название моего ролика «Пиар на троих», а темы этого видеоролика Скобеева утолкнули. Что же произошло на самом деле? Как развивались сами события? Ирина Герасченко, вице-спикер Рады Украины, давала интервью группе журналистов УПСЭ по поводу обмена россиян, содержавшихся в украинских тюрьмах и СИЗО, на граждан Украины, содержанных на территории Российской Федерации. Ольга Скобеева постоянно мешала говорить Герасченко, прямо тыча свой микрофон ей в лицо и постоянно ее перебивая, но явно же провоцируя скандал. Кто-то из присутствующих ей сказал довольно культурно «Девушка, не мешайте работать, пожалуйста». Но Скобеева продолжила троллить вице-спикера Рады Украины, тыча свой микрофон ей прямо в лицо. Затем украинский журналист Сергей Сидоренко в конце концов не выдержал и оттолкнул россиянку от Герасченко. Вот этот толчок Скобеевой, снятый камерами, а также поведение депутата «Березы» и стали главным пиаром дня, а возможно недели на широких просторах СНГ. Странно оттолкнуто Скобееву довольно многоизвестный украинский журналист Сергей Сидоренко, а все шишки почему-то достались депутату Украинской Рады Бориславе Березе, который грудью стал между журналистом и Скобеевой, пытаясь погасить конфликт. Теперь их поведение будет рассматривать специально созванная Отечественная комиссия в Совете Европы. Поддержив Скобеевой выступили также Кадыров, Соловьев, Морозов и т.д. и т.п. Кадыров заявил, что если Береза не принесет извинения, то обязательно найдется истинный мужчина, который в любом месте его достанет и с размаху влепит звонку и приуху. Вот такая страшная угроза. Перед этим Березу вызвали на дуэль, сделал это член РФ Игорь Морозов, заявивший в Фейсбуке о намерении получить сатисфакцию за оскорбление теми ведущей. В качестве оружия политик при этом выбрал новый российский пистолет «Удав». Наверное, получил пару пистолей за рекламу этого самого российского пистоля. Витя-спикер Думы Яровая сказал, что пассе понятия профессионального долга и элементарного уважения к женщине девальвировано. Да, пассе женщины страдают. Это страшная пассе проблема. Депутат Верховной Рады Украины Борислав Береза отказался извиняться за то, что толкнул российскую журналистку Ольгу Скобеевой и заявил, что не воспринимает громогласное предупреждение главы Чесни Робзана Кадерова о возможном получении оплевухи. Евгений Попов, соведущий общественно-политическое ток-шоу «60 минут» и по совместительству муж Скобеевой, обозвал его обидчиков рогулями. Вот такое страшное оскорбление. Таким образом, получился скандал на весь мир, который затмил все другие события на российском и других телевидениях многих стран СНГ. Как минимум на несколько дней. Никому доселе неизвестный украинский журналист Сергей Сидоренко получил широкую СНГ и немного мировую известность. Депутат Верховной Рады Украины, член правого сектора Борислав Береза, которого в основном знали только в Украине, получил широкую СНГ и небольшую мировую известность. Ольга Скобеева еще больше прославилась в России и СНГ и начала понемногу выходить на мировой уровень. Таким образом, получился шикарный пиар на тарих. А не договорно ли это пиар? Ась! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова